Всем привет, с вами я, Дима 2DCube и очередной выпуск свежих новостей от MusicMagTV. Кстати, наши новости отличаются особой демократичностью, потому мы постоянно следим за вашими отзывами. Например, в комментариях к последнему выпуску новостей мы получили просьбу поменять задний план. Я, честно говоря, сам не видел, что у нас там играет. Ну, давайте посмотрим. Ну, травка, вроде как бы осень, холодно, хочется тепла, нормально. Нет? Ну, давайте полистаем, может там что поинтереснее есть. Не пойдет? Слишком. Ну, вот это, нет, ладно. Вот так, я думаю, нормально будет. Итак, перейдем к сегодняшним новостям. Греческая компания Dreadbox на днях анонсировала новый аналоговый синтезатор, который получил название Dreadbox Hates. Теплый жирный звук, отличное качество исполнения и доступная цена делают синтезаторы от Dreadbox достойными конкурентами даже для компаний MOOC. Новый синтезатор не исключение. Здесь есть мощный осциллятор с двойным саб-генератором, низкочастотный фильтр с перегрузом, скорстные огибающие и LFO. Арсенал Dreadbox Hates в первую очередь ориентирован на создание плотных и упругих басовых линий, о чем, кстати, говорит и имя нового инструмента. Hates, то есть по-русски Godess, это древнегреческий бог подземного царства мертвых. Да-да, тот самый. Круто, правда? Надеюсь, что новый синтезатор будет соответствовать его имени. Впрочем, мы скоро об этом узнаем. Старт продаж нового инструмента начнется уже 20 ноября. Предварительная стоимость инструмента составляет 299 долларов. Компания Adam объявляет о начале конкурса саундтреков. Для участия в конкурсе необходимо написать небольшой авторский саундтрек к одной из предложенных фотографий и опубликовать его на SoundCloud, используя специальные хэштеги. Главный приз – пара кастомных мониторов среднего поля Adam A77X. Участники, занявшие второе и третье места, а также победитель конкурса слушательских симпатий, получат мониторы попроще – Adam A7X, F7X и F5X. Работы принимаются до 30 ноября включительно. С подробной информацией о конкурсе вы сможете ознакомиться на сайте компании Adam. Компания Native Instruments выпустила новую версию популярного iOS-приложения, которое получило название iMachine 2. Новая версия карманной драм-машины для Apple-гаджетов обзавелась возможностью пошагового ввода данных и новыми режимами паттернов и сцен. Кроме того, iMachine 2 имеет множество встроенных ладовых настроек, различные арпеджиаторы, возможность перекрашивать пэды и другие замечательные нововведения. Естественно, в итоге вы сможете легко и непринужденно импортировать ваши наброски на компьютер для использования в полноценном Meshon Software. Стоимость iMachine 2 составляет всего 279 рублей. Компания DBX недавно сообщила о старте продаж нового компактного энчансера DBX Go Rack Performance на территории Европы. Уникальное устройство, анонсированное весной текущего года, представляет собой компактный мастеринговый прибор для сценических сетапов. Устройство включает все необходимые инструменты для того, чтобы быстро и точно отстроить ваш концертный звук. Например, здесь есть стереофонический 31-полосный эквалайзер, компрессор, автоматический подавитель фидбэка и мощный басовый энчансер. Новинка точно должна понравиться небольшим музыкальным коллективам и электронным музыкантам, так как позволяет быстро и просто получить плотный качественный микс прямо на сцене. Мне, например, как электронному музыканту, использующему на сцене только железо, очень не хватало подобного прибора. С компьютером, конечно, чуть попроще, просто навесил на мастер-канал все необходимые обработки и дело сделано. А что делать с железячником? Таскать с собой железные приборы обработки или ждать помощи клубного звукорежиссера? Благо, теперь есть Go Rack Performance Processor. Кстати, ориентировочная стоимость новинки в России составит около 12 тысяч рублей. Компания Аудиотехника на днях представила новую компактную радиосистему начального уровня, которая получила название Аудиотехника IT-1. Доступная по цене и простая в использовании радиосистема, работающая в UHF диапазоне и имеющая до 4 каналов, может стать идеальным решением для инсталляции, живых выступлений или презентаций. Система выпускается в трех версиях – с поясным или ручным передатчиком, либо с поясным передатчиком и петличным микрофоном ATR-CW. Мощность передатчиков, которые могут работать до 10 часов без подзарядки, при этом составляет 10 МВт. Стоимость новинки составляет от 219 евро до 269 евро в зависимости от комплектации. Недавно официальный YouTube-канал компании KORG опубликовал интереснейшее интервью с одним из участников легендарного электронного коллектива Orbital – Полом Хартелом. В интервью музыкант поделился своим мнением о новинках компании – компактном грувбоксе KORG Electribe 2 и легендарном аналоговом синтезаторе ARP Odyssey, возрожденном компанией KORG в этом году. Electribe был отмечен полом как отличный инструмент для набросков и первоначальных этапов работы, на которых часто совсем не хочется смотреть в монитор. Также музыкант выразил свою любовь к мощному синтезатору ARP 2600, который в свое время послужил прототипом для ARP Odyssey, и отметил точность и аутентичность звучания новинки от KORG. Полные версии интервью вы можете найти вот здесь. И еще одно видео, на этот раз от официального ютуб-канала Novation, которое предлагает нам понаблюдать за небольшим импровизационным лайвом двух популярных электронных музыкантов под псевдомимами King и Calc. Музыканты используют новый грувбокс от компании Novation, получивший название Novation Circuit. Ну что тут скажешь, похоже, что новый грувбокс от Novation действительно неплох, особенно для музыкантов, которые оценят мобильность и возможность быстро зафиксировать свои порывы творческого вдохновения. С другой стороны, если бы производители музыкального бруния вот так приносили свои новинки мне, я бы тоже с удовольствием крутил бы их и рассказывал о них и показывал лайвы. Хотя подождите, я же и так этим занимаюсь. В завершение данного блока мы решили показать вам еще одно небольшое интервью с легендарным электронным музыкантом Жаном Мишелем Жаром, проведенное совместно с журналистами компании Native Instruments. В интервью Жан высказал свою неприязнь к очевидной тенденции современных компаний продавать инженерные идеи второй половины 20 века, заворачивая их в новую обертку. Все эти синтезаторы я уже видел 30-40 лет назад, говорит легендарный композитор. Так почему производителям софта не сделать что-то совершенно особенное? Ведь современные возможности и многолетний опыт позволяют взглянуть на технологии синтеза совершенно под новым углом. Что ж, Жан, вынужден тебя огорчить, но ответ на твой вопрос предельно прост. Это у тебя полная студия раритетного аналогового железа, а мы, простые парни, ни ЕМС-синти, ни модульных мугов и в глаза не видели. А прикоснуться к кусочку прекрасного хочется всем. Другим новостям. Недавно один из моих знакомых, уникальный российский инженер и изобретатель Дмитрий Морозов, более известный под псевдонимом ВТОЛ, представил свою новую работу. Уникальный синтезатор Пранкофон. Пранкофон – это звуковой объект, представляющий собой гибрид синтезатора, телефона и логического модуля. Аппарат в зависимости от режима работы дозванивается до случайных или заданных абонентов и проигрывает им алгоритмические мелодии, созданные из номеров их телефонов. Через динамики объекта транслируются как синтезированные звуки, так и звук от отвечающих абонентов. В общий звуковый слой невольно вовлекается ни о чем не подозревающий случайный абонент. При этом никакие звуки, кроме синтезированных, снявшие трубку человек, слышать не будет. Кстати, Дима Морозов – это один из немногих людей в нашей стране, занимающийся производством уникальных авторских синтезаторов в контексте современного цифрового искусства. Мой слушатель, говорит Дмитрий, это человек с open mind и высоким интеллектуальным потенциалом. Он чувствует вибрации вселенной и находится в их потоке. Но даже если бы никто не занимался моим искусством, я бы занимался только им. Конец цитаты. Поподробнее ознакомиться с творчеством Дмитрия Морозова вы можете вот здесь. Что вы знаете о компании LEGO? Ну, например, то, что это самый популярный детский конструктор в мире. А знаете ли вы то, что любой желающий может разместить на сайте компании свой проект, и если этот проект наберет достаточное количество голосов, то проект получит исполнение и будет реализован, воплощен в жизнь, так сказать. К чему я это говорю? Да к тому, что недавно среди LEGO идей я обнаружил проект популярнейшего модульного синтезатора MOOC System 55. LEGO MOOC System 55, как и его прототип, состоит из огромного количества различных деталек, которые владельцы набора смогут коммутировать так, как им вздумается. Поддержать проект вы сможете на официальном сайте компании LEGO. На этом наш выпуск новостей окончен, с вами был я, Дима Двадыкуб и MusicMagTV. Не забывайте подписываться на наш канал и обязательно оставляйте свои лайки и комментарии. Увидимся через неделю. Пока! И, конечно же, наша классическая рубрика «Это что за покемон?». Тот, кто первым угадает название устройства, которое вы видите сейчас на своих экранах, получит специальную скидку от сети магазинов mmag.ru.